Алексей Васильевич Бояршинов, он очень тоже тонко исследовал этот процесс и что говорит, очень важно, с каким состоянием ты ешь если человек со здоровым аппетитом это есть, не чувствует голода, страха, а именно вкусно-вкусно, вот так, хоп, съел и это настолько процесс в организме правильно выстраивает, что даже не очень благоприятная пища она усваивается, то, что не надо, удаляется и он акцентировал на том, что это нужно показывать вот, скажем, в кинематографе мы замучились искать какие-то примеры где просто человек нормально ест, вкусно, вот с аппетитом, нормальную пищу, здоровая кажется, что это мелочь а на самом-то деле мы же учимся по образцам, которые видим, в том числе на экранах а если сделать учебный фильм, как вот, здоровую пищу, да еще с аппетитом съесть, да? ну, конечно интересно? наверное и исследовать этот процесс, не только что ешь, а как ешь я думаю, что вы налаживаете этот процесс, не только советуете, что есть, а ну и как это и как, конечно, товарищ, чем больше желательных движений, но не только нет, а именно вот эмоционально составляет конечно, обязательно похвалить жену за то, что она приготовила вкусное это же вот, вы знаете, иногда приходят пациенты, я хоть не занимаюсь сейчас очень редко занимаюсь вот этими наведенными трансовыми состояниями только по нужде, по случаю, по какому иногда приходят пациенты, говорят, Александр Тимофеевич, помоги бросить курить ну вот и разными путями ты его вводишь в какое-то определенное состояние и начинаешь ему говорить о том, что сигарета не полезна что она вызывает дискомфортное состояние, слюнотечение, спазм желудка начинаешь наговаривать ему потом даешь ему сигарету покурить, и он это все чувствует у него начинается слюна, он начинает кашлять, чихать у кого-то позыв к мочеиспусканию ну вот вроде все зарядил, все, человек сам потушил сигарету, все я решил бросить курить, с этими словами заключительные а я лишь, да, ты решил, а я тебе лишь только помогаю и ты сам решил бросить курить повтори, что я сам решил он повторяет, я сам решил все, сигарету затушили а дальше иду, предположим ага, погулять вышел а потом думаю, дай-ка я вернусь на автобусе захожу в автобус в это время мужичок покурил и тоже в автобус зашел сигарету бросил там но как только дохнул запах дыма и у меня появляется такое же ощущение в животе желудок, спазм, потому что все, что я говорил этого человеку, оно отражается и на мне и поэтому приходится иногда, зная свои такие стороны, что я воспринимаю эту информацию говорить и в то же время взять и для себя несколько слов сказать любимого, такие как с каждым новым днем ты заметишь, что улучшается твоя память ты легко запоминаешь, легко вспоминаешь и тебя удивляет это что ты легко запоминаешь и легко вспоминаешь понимаешь, и оно все происходит что ты на следующий день или всю неделю действительно память-то а ведь память-то внушаемая если человек говорит, что у меня все плохо у него все становится плохо он воспринимает это в плохом виде ну раз речь дошла о так называемых вредных привычках ну вот посмотрите же американский фильм а там самая распространенная фраза ну знаете, что ты будешь пить любой человек куда-то заходит, там знакомится первая фраза, что будешь пить богатый выбор там у нас посмотреть даже замечательные советские фильмы с игрой актеров, все там смолят по-страшному наши популярные все актеры чуть что за сигареты хватает чуть что там за столи такие ломятся и с одной стороны вроде замечательно все а с другой стороны образы талантливых актеров, красавцев которые там в женщины влюбляются женщины, в которых там влюбляются зрители, мужчины и это все вот это же тоже действует на подсознательное конечно, но дело в том, что если основная масса народу смотрит не понимая некоторых вещей ты-то как доктор начинаешь разбираться в этом вот просмотрите обычно когда женщина курящая первое что, меняется голос а голос напрямую связан с гениталиями взять такой вариант если у мужчины зайдите в урологию они все безголосые у мужчины тоже да обратите внимание вот когда раньше служили 25 лет почему солдаты пели? да дело в том, что голос, вибрации влияют на гениталии а это вообще по животным и сохраняют это же весной, когда продолжение рода животные, птицы они ух конечно и петушка созревает гениталии голос поменялся у юноши созревает голос поменялся из мужика сделали евнуха голос поменялся и вот здесь, когда женщина начинает курить первое что, голос меняется а нам приходится иногда работать предположим, там киста яичника и мы там делаем свои процедуры манипуляции а иногда приходится вводить кровь под кожу в области этого яичника и вдруг яичник воспалительный процесс исчез прошел или там был поликистоз яичника вдруг этот поликистоз уходит и первое что происходит женщина перестает узнавать по телефону почему? а потому что у нее яичники то есть настолько это взаимосвязано вот она, рефлексия и взаимосвязь поэтому, когда я вижу курящую женщину это уже пустая пустышка, которая не сможет заиметь потомство природе такая не нужна а как это объяснить вот тем же женщинам? как это? вот только путем рассказа каких-то примеров но, конечно, приводить примеры известные личности не стоит но приходится рассказывать на слово, что верят, не верят но это же можно снимать и в фильме об этом конечно, и не зря солдат заставляют всегда петь в строю идет, поет а ведь мы сейчас разучились петь мы слушаем магнитофон слушаем телевизор один поет и все но не только солдат крестьяне на работу шли пели на работе пели с работой шли пели на праздниках, на похоронах и вот здесь вот как раз как только человек запел и голос теряет ага, это вот там, внизу ему нужно поставить туда пиявки ему нужно провести манипуляцию улучшить микроциркуляцию ведь к нам приходят и артисты которые поют для того, чтобы сохранить голос мы им ставим на промежность пиявки пиявка улучшает микроциркуляцию и первое казалось бы, где связки и атеросклероз начинается даже не с головы а с половых органов и поэтому, ставя туда пиявки улучшается еще качество головы а у нас вот врач-гинеколог, девушка работает она как гинеколог обследует пациентов своих проводит гинекологический массаж и все манипуляции связаны с висцеральной терапией так вот, когда улучшается состояние органов малого таза многие женщины отмечают, что в голове стало светло мозги лучше, память лучше вот вам вот это взаимосвязь прямая и обратная связь но, кстати, что касается голоса техники, постановки голоса вообще звучания там же очень много резонаторов у нас Гайморовы, Падышки, здесь и когда человек поет это же тоже массаж причем существенный массаж и Алексей Васильевич, Паяшинов он тоже работал над этим а там, скажем, при пении ну, хорошие педагоги они ставили голос на зевке то есть, когда человек зевает они зевают облегчается вот здесь вот все, и происходит массаж и когда человек поет, он невольно включает этот процесс как бы внутреннего зевка и вот обогащение вот этого всего нашего аппарата резонаторов здесь получается такая профилактика пение – это профилактика ну, да, конечно потому что здесь жестоко накапливается конечно так что, рекомендую тоже можно рекомендовать это тоже рекомендовать обязательно петь да и даже иногда, когда едешь в машине никого нет закрылся, стекла поднял и начинаешь петь и ты, самое главное ты чувствуешь, что иногда можно даже не то что петь а орать песню и ты понимаешь, какой ты вообще что у тебя слуха совсем нет когда ты тихонечко поешь вроде слух есть а когда начинаешь громко петь выясняется, что его нет куда-то он делся но, тем не менее, все равно попеть для того, чтобы и ты по голосу уже определяешь насколько ты готов ко всему здоровье, что оно не идет только от того что мы принимаем какие-то таблетки оно многогранное это в первую очередь психическое состояние психологическое состояние второе, конечно наше питание как на Востоке говорят что умный человек лечится пищей не совсем умные врачи и знахарь и безумные хирурги движение без движения тоже мы не можем жить если рука наша перестанет двигаться она атрофируется потом, конечно жидкость жидкости, которую мы потребляем вода чистота воды чистота воздуха ну и, естественно, социальная когда у нас постоянно напряжение ожиданий чего-то что свершится что произойдет что нас разрушит вот это социальное оно угнетает и меняется, конечно, гормональный фон и с этого момента и вот сейчас даже вот если мы рассматриваем пациента то если взять 2000-й год в 2000-м году я собирал докторов чтобы показать ишемию брюшной части аорты а сейчас практически-то знаете каждый каждый пятый приходящий пациент с ишемией а почему? стрессы стрессы, стрессы, стрессы этот стресс дает то, что поднимается холестерин аорта настолько расслабляет что плазма крови начинает протекать через нее холестерин поднимается для того, чтобы заткнуть эти дырки ну вот этот холестерин кроме того, что дырки в аорте и жидкость или плазма крови перестает истекать туда то это скажем так холестерин начинает заклеивать мелкие сосуды забиваются нижние артерии подвздошные артерии или нижние брюшечные артерии которые обеспечивают кровью кишечник и вот с этого начинается проблема со здоровьем и конечно здесь и не таблетки к сожалению и питание здесь тоже не разрешает эту тему вот здесь только приходится делать одну механику и убеждать человека что он должен делать сам вот это это тогда он будет жить тогда его ноги будут ходить тогда почки не будут забиваться холестерином тогда этот холестерин не придет на сердце и не произойдет шунтирование и тогда губы не будут синими ногти не будут синими для этого человек должен чуть-чуть поработать над собой и приходится его обучать вот смотри что нужно делать для того чтобы вот это все твое оно исчезло и конечно с головой когда вечером ложишься лег спать одеялом накрылся положил руки и приставил или помолись попроси Бога чтобы он тебе завтра поблагодари его за тот день который прошел что он был такой красивый и счастливый и что следующий день поблагодарить и попроси его чтобы он следующий день сделал таким же прекрасным который был прожит сегодня и вот это вот все успокаивает настолько что утром когда ты встаешь у тебя все так хорошо спокойно и ты начинаешь выполнять то что нужно сделать умылся почистил зубы побрился пошел 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 сделал зарядку кто делает легкое кто более тяжелое кому что нравится собрался и на работу с нормальным состоянием души а что бы вы хотели пожелать зрителям в первую очередь душевного равновесия душевное равновесие и вообще когда интересно когда в церковь иногда заходишь и смотришь чего же люди просят просят денег просят почему-то никто не просит разума разума больше наверное так еще вопрос который я забыл вам задать вот существует санпедстанция контроль продуктов плохо или хорошо она работает контролирует уровень вот такая идея санпедстанция средств массовой информации чисто по здоровью вот этот кинопродукт музыкальный продукт он не проходит по нормам по ГОСТу возможно ли такой контроль с точки зрения здоровья вы знаете наверное это очень сложно сделать потому что в медицине и везде есть у каждого есть свое мнение вот прийти какому-то оптимальному здесь нужны годы наверное годы но работать в этом направлении можно? обязательно нужно обязательно нужно и разные теории имеют место быть нужно принимать ту теорию которая лучше которая действительно дает здоровье которая дает душевное равновесие внутреннее благополучие или там счастье и вот самое это интересное когда задаешь человеку разные состояния и он выходит из этого состояния спрашиваешь а что же ты чувствовал? знаете что они говорят больше всего? свободу я говорю а какую свободу? а чего свободу? он говорит я не знаю но ощущение такое как будто у меня свобода я свободен от всего это самое получается любимое слово как ни странно интересно каждый раз спрашиваю особенно если какие-то наведенные состояния глубокие пусть это холотропное дыхание потом когда человек выходит из этой холотропки спрашиваешь а что тебе вот вот твое представление что там было ты вроде там был в какой-то прострации что-то там видел такое там счастье и свобода что-то там что-то там может быть но все как-то это не знаю как-то по-